Всем привет! Это Помфи Чен и добро пожаловать на мой канал! После видео о секонд-хендах вы очень просили показать, что же я там всё-таки купила. И поэтому я решила заснять такое для вас видео. Это будет холл из Японии, что я купила в Японии, привезла с собой. Сегодня я покажу вам лишь часть того, что я купила в Японии. Прям всё я не смогу вместить в одно видео, поэтому если вы хотите вторую часть, то обязательно пишите об этом в комментариях. Сегодня я вам покажу фигурки, во-первых, свои, всякие игрушечки. В-третьих, это будет косметика, одежда и техника. Так что надеюсь, что вам будет интересно смотреть это видео. Приятного вам просмотра и поехали! Та-дам! Вот несколько фигур, которые я хочу вам показать. До того, как я поехала в Японию, у меня была только одна фигурка вообще. Вот. И в принципе, я всегда мечтала о том, что у меня появятся фигурки какие-нибудь ещё. У меня была вот такая вот куколка. Это Шинку из Розы Мейден. Это они моё очень-очень сильно любила, поэтому первым делом купила её. Вот. Потому что она очень-очень милая и великолепная женщина, я бы даже сказала. Вот. Что ж, давайте покажу вам всё по порядку. И первая фигурка, которую вы должны увидеть, это вот такая прелестная дева. Это Мисака из Реалгана. Вот. И она из той серии, где она мыла бассейн. Блин. По-моему, она очень милая. Я прям не могу. Я всегда на неё любуюсь, когда она стоит около моего компьютера. Просто потому, что она очень миленькая. Вот. Эту фигурку я так же, как и все остальные, купила в секонд-хенде. И стоила она где-то 400 йен. Это около 200 рублей. То есть это вообще супердёшево за такую фигурку. Не знаю, в России такого точно вы не сможете найти. Ставлю лайк. И следующее, что же у меня в руках, это Сейбер из Фейдзеро. Она очень миленькая в костюмчике телохранителя. И она вся двигается. У неё также есть меч, который должен держаться у неё в руке. Но он периодически выпадает. Очень часто. Ну, в общем, вот так она выглядит. Очень здорово. Купила я её за около 50 рублей. Следующая фигурка, от которой у меня практически уже ничего не осталось. Это вот такая вот Мику. Мику, она тоже вся собирается. И у неё потерялась юбочка. Теперь она просто осталась вот такой. И также я не смогла найти руку. Так что вместо неё у неё теперь лук стоит. Но она всё равно остаётся милой. И очень приятно сделанной. Её я тоже купила за около 50 рублей. Следующая это Кейон. Я купила эту фигурку просто так для кучи. Потому что она тоже очень дёшево стоила. Я её купила за где-то 150 рублей. Это Ритсу из Кейона. И она стоит вместо барабанных палочек. У неё попки. И она вот кушала. И немного измазалась. Вот такая вот милота. Ну и напоследок осталось самое брутальное. Это внимание. Вы только посмотрите. Я влюбилась в эту фигурку с первого взгляда. Как только увидела её на витрине. Я сразу же сказала своей подруге. Блин. Катя, давай я вернусь и куплю её. Она очень большая. Прямо посмотрите на это. И он очень классно смотрится на любой полке абсолютно. Поэтому я не жалею о том, что я его купила. Вот эта фигурка самая дорогая из всех, что у меня есть, как вы понимаете. И я её купила где-то за 1200 рублей. Как-то так. Далее у нас игрушечки. Я их привезла не так уж и много. Потому что было очень мало места в чемодане. Вот лайфхак. То, что можно пользоваться, конечно, вакуумными пакетами. Так я их привезла. Потому что, например, вот это вот. Вот это вот чудо. Рилла Кума. Он очень большой. И мне пришлось его запихать в вакуумный пакет так, чтобы его прям настолько сильно сжало. И так я его и смогла довезти. Вот. Я очень рада этой покупке. На самом деле, обычно рилла Кумы, когда их покупаешь не в секонд-хенде, как это сделала я, они стоят довольно дорого. Потому что они всем нравятся. И это такой прям бренд, очень популярный в Японии. А я купила его где-то за 500 рублей. Так что я безумно рада. Я всю жизнь свою, вот как начала увлекаться Японией, мечтала о рилла Куме. Потому что они такие милые, самые милые создания, наверное, на земле. Вот эти вот мишки, прям не могу, когда на него смотрю, очень-очень радостно становятся. И прям бабочки начинают летать на душе. Я очень рада, что я его купила. Я, когда на него смотрю, прям не могу не умиляться. Он всегда очень радует меня и делает комнату уютной. Поэтому мягкие игрушки, это классно. Вот. В каком бы возрасте вы бы ни были, это очень миленько. Тем более, рилла Кума, это очень стильно и молодежно. Так что лайк. Ещё одна мягкая игрушка, которую я хотела бы вам показать. Это вот такая вот Синзюгахара из Бакимону Гатари. Вот. Она всегда была моей вайфу. Очень-очень много лет. Поэтому я тоже очень рада была, когда я её нашла. И купила я её где-то за 200 рублей. То есть она настолько дёшево стоила. И это просто невероятно. Когда видишь все эти цены, просто офигеваешь. То, что такие классные игрушки могут стоить так мало. Я её купила в магазине Хобби Офф. Так же, как и Рилла Кума. И это секонд-хенд. Но, тем не менее, все игрушки были в идеальном состоянии. Их там чистят, отмывают. Так что вы можете не бояться того, что вы купите какую-нибудь грязную вещь. Нет, там всё очень чистенькое. Так что можно ничего не бояться. И я не могу вам не показать вот этого ехидного кота. Он обычно у меня лежит на кровати и привлекает к себе внимание. Я обожаю Японию за то, что там есть такие штучки. Очень милые, забавные. И я бы даже сказала, остроумные и странные. За это я люблю Японию. Прям просто сердечки-сердечки-сердечки из меня выходят, когда я такое вижу. Ладно, надеюсь, то, что вам понравились игрушки, что я вам показала. Теперь давайте перейдём к одежде. В одном из секонд-хендов я нашла очень милый бомбер в стиле Sailor Fuku. Здесь есть вот такая вышивка. И сзади тоже есть вышивка с надписью «Ванила». Я не знаю, что это за фирма. Здесь написано «Nice Club». Я такой не слышала, но он очень хорошего качества. И я очень его люблю. Купила я его где-то за 300 рублей. 300 рублей, ребята! Офигеть! Далее кофта, которую вы уже видели в прошлом видео. Это вот такой вот кроп-топ. Летом я его носила просто постоянно. Осенью тоже. Он довольно тёплый. И это... Я тоже купила в секонд-хенде. Обратите внимание, что это раньше... Как бы это кастом. То есть это секонд-хендовскую вещь. Просто переделали немного, чтобы она была более модной. Её здесь обрезали вот так вот. И обратите внимание на этикетку. В общем, это форма Beverly Hills Полок Куба в США. И это очень классно то, что у этой вещи есть какая-то история. Я просто обожаю такие вещи. Надеюсь, что когда-нибудь я ещё что-нибудь такое найду. Следующая моя находка похожа на предыдущую. Это тоже чья-то форма. И она в таких чисто американских цветах. Сделана она в США, судя по этикетке. И она тоже кастомная. То есть её тоже сделали короткой. Так она была длинной. Мне очень сильно нравятся эти цвета. Мне они, как обычно, напоминают Гарри Поттера. Что-то такое волшебное, школьное. Я люблю такой стиль. И в Японии такого очень-очень много. Что очень классно. Когда попадаешь в секонд-хенда в Японии. Реально глаза разбегаются. Хочется купить просто всё. Далее я хочу вам показать вот такую вот водолазку. Она очень такая базовая. И вы писали мне в инстаграме постоянно то, что она мне очень идёт. И я её купила, что самое главное, за 150 рублей. То есть она очень хорошего качества. Она из шерсти. И я тоже её купила секонд-хенди. Далее я хочу вам показать вот такую вот кофту. Потому что у неё очень классный принт. Здесь такая анимешечка, которая лежит на чём-то и плачет. В голове у неё мысли о том, чтобы захватить мир. Это вот фанки фрут. Это какие-то местные японские дизайнеры. Мне очень понравился их магазин. И если что, то советую вам заглянуть обязательно. Там очень много всяких разных странных оригинальных вещей. Я бы очень хотела бы ещё что-нибудь оттуда купить. Потому что в принципе там вещи довольно уникальные. И такого редко где можно найти. Даже в Японии. Далее что я хотела бы вам показать. Это не совсем покупка. Это подарок, который я получила на Рождество. У нас был Тайный Санта в общежитии. И вот мне подарили вот такой вот пледик с шибами. Они очень прикольные. А я очень сильно люблю этих собачек. Тут даже как в мемах про доги. Есть всякие надписи. Типа Hungry. Run. В общем, это очень мило. И самое главное в Японии. Вот если вы когда-нибудь зимой или ближе к осени поедете в Японию. То вы обязательно найдёте что-нибудь вот из такого материала. Я такого в России не встречала. Он похож на другие такие же мягкие материалы. Но этот материал, он какой-то особенный. Он именно что сохраняет тепло. Прям очень максимально хорошо. Так что да, очень советую вам обратить внимание на вот такие вот пледы. Если вы вдруг когда-нибудь увидите в Японии. То обязательно возьмите себе один. Потому что это незаменимая вещь зимой. Что ж, а теперь перейдём к технике. Я бы хотела вам показать свою просто прелесть, которую я очень сильно люблю. Это ноутбук, который я купила в Японии. Я купила его за около 25 тысяч рублей. То есть это довольно дёшево. Это фирма Fujitsu. И у него японская клавиатура. Что самое прикольное. Я купила его тоже в Second Hand. То есть он до этого побывал у кого-то. Ещё в пользовании. Но он был просто в идеальнейшем состоянии. На нём даже были плёночки везде. На веб-камере и так далее. Так что он был как будто бы вообще не тронутый. Что очень порадовало. Здесь все наклеечки остались. Ничего совершенно не было отодрано. Так что если вы вдруг захотите покупать технику в Японии в Second Hand, то берите вообще ни о чём. Не переживайте. Она обязательно будет в хорошем состоянии. Кстати, насчёт покупок. Если вы так же, как и я, любите покупать в интернете, то мне бы хотелось бы посоветовать вам сервис, с которым вы сможете получать свои деньги обратно. Часть ваших денег, совершённые покупки, будет приходить вам обратно. Это Smarty Sales, это кэшбэк сервис. Мне всегда очень лень пользоваться такими бонусными штуками. Обычно нужно заходить на сайт, переходить через него на другой сайт и так далее. Но здесь, что очень здорово, есть расширение в браузер, с которым вы сможете очень легко совершать покупки и получать с них кэшбэк. Так что очень вам советую. Обязательно переходите по ссылке в описании. Я думаю, то, что вам понравится. Я советую вам не просто так. Это не просто реклама, а мне реально понравился этот сервис. Так что обязательно его зацените. Осталось совсем немного вещей, которые я хотела бы вам показать. И это косметика. Во-первых, это вот такой вот тональник от Etude House. Это Double Lasting Serum Foundation. И он настолько приятный. Кожа его совершенно не чувствует. Он очень легкий. В то же время он очень легко может закрыть какие-нибудь неровности или покраснения на лице. И он придает лицу такой здоровый вид. У меня оттенок Light Vanilla. И он придает такой немного розоватый оттенок кожи, что она у меня начинает выглядеть здоровой. Они, как обычно, когда я полузеленая, невыспавшаяся, очень-очень бледная. Он светлый. То есть он подходит под мой оттенок кожи. Но при этом он делает ее здоровой. За это я очень сильно его люблю. Пользуюсь очень часто. Как вы можете видеть, он у меня уже заканчивается. И я не знаю, что мне с этим делать. Потому что заказать его довольно сложно, дорого. Доставка дорогая у Etude House на сайте. Поэтому я не знаю, что делать. Так как у меня есть еще консилер, который единственный, наверное, за мою жизнь. Который мне подошел просто идеально. Я попробовала очень много консилеров. И в основном они все уходили в ржану. Либо как-нибудь сидели на коже, что создавали морщинки и так далее. Но вот этот консилер, он называется Big Cover. И он у меня в таком же оттенке, как и тональник. Поэтому они идеально сочетаются друг с другом. И он у меня закончился. Он у меня закончился буквально в прошлом месяце. И я не знаю, что мне делать. Я пока что пытаюсь доскрепсти его. Но это становится уже очень грустно. И похоже, что мне придется где-то заказывать, ждать очень долго. А пока ходить с очень большими синяками под глазами. Потому что они у меня от природы довольно сильно выраженные. Потому что у меня довольно тонкая кожа. Через нее видно все абсолютно вены голубых кровей, короче. Поэтому без консилера я совсем не могу. И последние две вещи, которые я хотела бы вам показать. Это тоже от Etude House. Вот такая вот пудра. Она называется Previous Mineral. И эта пудра, она BB. То есть она защищает от солнца. И очень хорошо подстраивается под тон кожи. Поэтому мне она очень сильно нравится. Сейчас у меня нет ее на коже. Потому что сейчас довольно холодно. И особо не потеет кожа, не блестит. Чтобы ее чем-то перекрывать. Но летом это прям незаменимая штука. Очень советую вам обратить внимание. И последняя моя находка. Просто без которой я не могу жить. Это вот такая вот подводка. Здесь я покажу, как выглядит упаковка. Очень стильная. Мне очень нравится. И эта подводка, она выполнена не как маркер. А как кисть. То есть ей можно рисовать абсолютно любые стрелки. Она очень похожа на подводку NYX, которая Incliner. Но NYX-овской подводкой намного тяжелее пользоваться, чем этой. То есть NYX-овской подводкой, конечно же, легко пользоваться. Но этой намного легче пользоваться. За что я ее очень сильно люблю. Также она чуть меньше блестит, чем NYX-овская подводка. Так что советую вам, если вы когда-нибудь где-нибудь увидите в интернете. Или в самой же Японии. Или в других азиатских странах. Обычно продается эта подводка. Обязательно ее купите. Я себе купила аж три штуки. И подруге еще подарила. Это очень полезная находка. Советую. Я показала вам те вещи, которыми я пользуюсь довольно часто. Которые мне нравятся больше всего. Так что надеюсь, что вам тоже понравилось. Ведь мы с вами братишки, сестрички. Вот. Ну а если еще нет, то обязательно сделайте красную кнопочку серии. Подпишитесь на канал. Я очень сильно жду вас в свою семью. Потому что все мои подписчики это как моя семья, мои друзьяшки. Потому что нам нравится одно и то же. Получается, что так, да? Так что обязательно поддержите это видео лайком. Всех вас жду в следующем видео. Оно будет очень смешным, я думаю. Так что не пропустите его. И спасибо вам за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...